Кумсай Толтаева обращается за помощью к членам партии уже не в первый раз. Сегодня, например, ей выдали денежный сертификат на покупку продуктов. По словам женщины, члены партии никогда не отказывали ей в помощи. Благодаря им у нее теперь есть дача, на которой она живет с четырьмя детьми. Не выразить ту огромную благодарность, которую я испытываю к Нур-Отану. Они всегда протягивали мне руку помощи и решали все вопросы сразу. Сегодня мне дали денежный сертификат, чтобы я купила домой продукты. Спасибо им большое. Единые социальные окна объединили специалистов многих сфер. Это представители здравоохранения, образования, жилищные инспекции, коммунальщики, правоохранительные органы, которые внимательно слушают каждого гражданина. Обратившиеся получают помощь по принципу «здесь и сейчас». Опрочи у него Досинклиловича сейчас, она как раз мы сушу открывается, и это же рабочая группа, принимают там депутаты. Получается, какие органы представлены? Здесь есть САБЕС, образование, домохранение, есть НПО, которые принимают, юристы принимают. Сонно пришли люди. Прибывший первый заместитель председателя партии Нур-Отан Маулина Шимбаев лично поговорил с присутствовавшими гражданами, которые обратились с вопросами. Проект Халха Кумет – это одно из четырех направлений, которые составят суть всей партийной работы в предстоящий период. Кроме этого, существуют проекты «Бакаты от Басе» – это помощь малообеспеченным и многодетным семьям, «Котумикен» – строительство дорог и развитие инфраструктуры, обеспечение питьевой водой и газификацией. Аул Ельбельгасэм – проект, который нацелен на создание рабочих мест и повышение качества жизни в сельской местности. Уважаемые коллеги, все четыре проекта будут во многом составлять суть нашей деятельности в предстоящий период. Поэтому очень важно выстроить системную работу на региональном уровне у всех этих проектов. Всего на социальную сферу выделили свыше двух триллионов тенге на ближайшие три года. На эти деньги будут повышать доходы уязвимым слоям населения, решать жилищные вопросы малообеспеченных многодетных семей и в целом улучшать благосостояние всех граждан страны. На встрече с партийным активом региона Маулина Шимбаев акцентировал внимание нуротановцев на необходимости сохранения преемственности курса Ельбасы и поделился своим мнением о переименовании столицы. Все члены партии, как и большинство казахстанцев, поддерживают это решение переименования столицы городу Султан и воспринимают это решение как выражение глубокого уважения и благодарности за слухом первого президента по строительству независимого Казахстана и нашей столицы. Амира Таутсенова, Алексей Уразов, программа «Факт». Амира Таутсенова, Алексей Уразов, программа «Факт»